добрый день хотел бы сегодня прежде чем поднять основную тему взаимной подписки я хотел бы по рынку золота несколько слов сказать ну как я предсказывал с 1 сентября все-таки рынок золото пополз вверх вот но где-то до 7 сентября он рос сейчас как бы маленько сползает назад то есть вот это вот тогда цена остается все таки вот все эти вот санкции они подрывают экономики как европы так и сша так и так или иначе но сша в меньшей степени но у них экономика все-таки взаимосвязано с европой очень сильной мере поэтому косвенно бьет и по ним хотя не и нарастили сотрудничество с россией пока европейский как-то вот так вот выглядит да вот но сейчас вот тут боковым трендом сменилась вот так 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 вот но вот это вот 2004 год вы видите отметки да и сами можете видеть вот если бы идеи как бы печатание золотых денег да вот она забила бы действие на этих наших если бы вот не эти коммунисты там касьянов силуянов там кудрин и прочее вот вы конкретно это законы математики пожалуйста это я ничего не придумал вот какой рывок для так сказать стабильности нашей валюты как утверждение ее как одной из мировых валют и все это могло бы иметь место если бы еще принять меры к обузданию к инфляции арестовать вот этих множество коррумпированных жилищных управляющих компаний обыски конфискации наведение порядка жесткого обуздания цен то и совершенно и пересмотреть этот жилищный кодекс абсолютно конечно где человеку практически не предоставляется выбора там государственное управление или коммерческая организация я вот за такой вы почему-то у нас было то транспорт государственный раньше был и коммерческий человек мог выбирать и шла некоторые конкуренции ну вот нынешние олигархические олигархи коммунисты они не хотят конкуренция это совершенно понятно вот ну и как бы вернусь я к теме мне взаимные подписки вот за это время у меня накопился некоторый опыт взаимной подписки поэтому как бы я вот и хочу с вами поделиться ну вот я тоже вот раньше думал я ставлю там лайки по взаимной подписке там даю комментарии и вот как бы все как бы нормально вот кажется быстрее 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 но я потом отказался от этого по следующей причине дело в том что накапливается множество людей которые садятся на лоз и свесив ноги едут и никуда не как я вот это обнаружил во первых я стал фиксировать тех кого на какого я подписался в городе каким образом это вот все можно абсолютно просто скажем сделать вот у меня скажем тут это вот в поисковичке там набираешь подписки файл вот у меня тут мои подписки и вот смотрите вот в такой форме где-то я заношу своих подписчиков да вот они кого я на кого я подписался причем я выделяю разными цветами людей заблокированных которые так сказать наплевали на моё я легко довольно выявляю да вот вот здесь путь то вот здесь название это тоже вот легко копируется да вот это упрощает ваш поиск делает его независимым то есть вы вот наводите раз правой кнопку левой кнопочкой прижали копировать и все и дальше открываете браузер открываете браузер да у меня он это в данном случае google да ну и вставляете вот вот опять таки щелкайте вставить да вот он оказался в строке браузера дальше enter ну и вот и выскакивает тот на кого вы подписался вот посмотрите вот тут вот прошел год от вас нет ответа не привета вы не держите слово да это прошел год до и 2 через две недели назад я опять пишу блокирую вас и понимаете вот ничего кроме моих записи это значит что что они значит вот и денежно проплачивают и не собираются участвовать взаимной подписки вообще вам нужно очень внимательно выписать то что мы расскажем господи там несколько минут а вы можете спросить почему вот выскочила тут вот и соответственно понимаете он не совершенно не собирается участвовать в взаимной подписке а просто смешиваются ноги и едут а что к конкретно на взаимной подписке масса людей наверное еще кроме меня он тут им понаставила ни за что вот я значит как это можно бороться вот вы допустим по взаимной подписке зашли да вот здесь название само можно да вот так выделил копировать и смотрите какой какой момент чтобы вот проверить подписан на вас человек или нету ну выбирайте творческая студия вот у вас открывается вот потом выбираете свою фамилию это вот в левом крайнем углу там ну данном случае у меня сергей на вот выскакивает да потом по опять таки в левом крайнем углу прямо под ютубы подписчики вот у вас выскакивает вот картинка учтите что же тут же подписчиков много у вас не все вот значит вот здесь вы щелкаете раз надо открыть короче всех подписчиков иначе вы не проверить вот смотрите тут вот есть мои подписчики там год назад вот Больше года вот человек, да, наша Малага, да, вот человек больше года, как бы, и всё честно, никто ни от кого не отписывается, и я вот, как бы, говорю, идиотам, которые отписались от меня, но, понимаете, я потом возвращаюсь, я многим вынес, как бы, такую мою благодарность выразил, и письменно, и на их, так что те, кто думают, что вот я какой ловкий, я балбесина обманул, да, подписался, потом отписался, вот, но, понимаете, говорят, что вот Ютуб иногда отключает как-то самопроизводство, ну, не знаю, это правда или нет, но, тем не менее, куда-то люди там пропадают, и вот надо отслеживать, да, чтобы нас не делали дураками, вот, чтобы вот нам достигнуть вот этого миллиарда, да, в целях, о которых я говорил раньше, надо вот все это фуфло, вот это вот шелуху отсеять, а оставить вот только людей, как, пожалуйста, там, «Удачная кухня», «Приколы Ютуба», «Лебедев», да, вот, пожалуйста, там, там, «Елена Будник», да, ну, и так далее, вот, чтобы вот оставить таких людей, а вот шелуху отсеять, потому что вот в нашей, как бы, деловой, если нам двигаться к более сложным целям, то и надо будет, как бы, понимаете, усложнять схему, а вот в эти люди, которыми, ну, вы им доверите деньги, вы им доверите деловые связи, если они вас обманули вот на таком пустяке, это же вот взаимная подписка, чем хороша элементарный такой, вообще такой идеальный фильтр, который нам позволяет всех людей, которые нас в жизни тормозят, транжирит наше время, как говорится, если не изничтожить, то исключить из нашей жизни, вот, замечательно, вот, и вот, каким образом, значит, чтобы проверить, вот здесь, в правом верхнем углу гугла, да, браузера, есть решеточка такая, ну, вот, я не знаю, тут она отпечатается, вот, ее, как бы, щелкаем, да, левой кнопочкой, потом выбираем найти, вот, и здесь, вот, она сразу выделилась, строка, можете опять правой кнопкой и вставить, вот, здесь сразу вставляется, вот, название, да, ну, вот, видите, он сразу сигналит, что он не находит, вот, данное лицо здесь, или иначе бы оно высветилось, ну, вот, допустим, вот, смотрите, допустим, ну, я беру, вот, ну, допустим, играем в куклы, да, так, вот, 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 так взяли, левой кнопочкой выделили, да, нам можно даже не всю копировать, вот, поднимаем, опять-таки, вот, еще раз, раз, щелкнули на решеточку, найти и сюда вставить. Ну, вот, он и сразу загорается, что у вас этот человек есть, то есть, тут ошибочек особо это не может быть, вот, другая дело, что ютубы, вроде, слух такой был, что как-то самопроизвольно кого-то исключает, это из ваших подписчиков, что подписчик этого говорит, я себя не исключала, как бы, он вылетел из подписчика. Поэтому я всем выношу предупреждение, что его подписков у меня нет, что прошло столько, вот, я думаю, что это надо сделать обычаем какого-то делового оборота, что он не просто так, вот, человек, а что он предупрежден. Ну, у меня были случаи, что люди извинялись и как бы вносили, исправляли. Может быть, у них галочки там стоят не так, как надо. Вот. Ну и далее. Вот, далее суть вот в чем. Я в описании внесу тех, кого я заблокировал и буду этот списочек расширять, чтобы они не думали, что вот просто так вот обманули и все. А это самое... И также я вот составлю другой список, да, надежных людей, на которые и другие люди могут так же как вот надежно опереться. Ну и далее. Вот я как бы такой напрашивается, прямо шаг, вот что от взаимной подписки, перейти к взаимной поддержке. Вот о чем идет речь. Я вот как бы думал, что мы в сущности, мы в каком-то деле друг друга поддержали. Ну, в ограниченных взаимной подписке. просмотрели, мои ознакомились, я знакома со с вашими. Ну, это же такой небольшой шаг, поэтому, может, и результаты были бы не те, которые бы мы хотели бы иметь. можно извлечь больше, перейти к взаимной поддержке. Ну, вот о чем я веду, идет речь. представьте, что мы немножко пойдем дальше. Представьте, что мы немножечко пошли дальше. то есть, каждый из нас занимается каким-то делом. Ну, кто-то продает косметику, кто-то автомобили, кто-то еще, кто-то там производствует, кто-то и прочее. Но, все равно, все это должно продаваться, значит, нужна какая-то реклама, продвижение и так далее. Так вот, так же, как мы взаимно поддержали, можно такие же шажки сделать к взаимной поддержке наших дел. Я, допустим, юрисконсульт, кто-то меня там порекомендовал. Я взамен там кому-то вот, и это же можно все проверяемо, я кому-то послал ссылку на его автомобиль и так далее. Ну, мне скажут, что от перестановки с наглагаемых сумма не меняется. Вот представьте, 10 человек, да, хотя бы какая-то группа возникла и они начинают вот так шаг за шагом, как мы взаимные подписки. Это также может сложиться обычай делового оборота помогать друг к другу. Вот. Ну, мне НСК могут сказать, ну, помогли, все равно же затратили время, и вы на меня, я на вас, плюс на минус ноль, но это не так. Дело в том, что вот как бы если два человека имеют по две хорошие мысли, да, в голове, да, если они обменялись, у них уже четыре, то есть у нас уже десять пар глаз, у нас шире круг общения, чем или один человек, у него две руки всего, пара глаз, или это десять глаз, десять людей, которые ищут, надо искать именно, вот, что сделали коммунисты такого, глобального злого, они убили вообще дух предпринимательства, частной инициативы, понимаете, а он был в России очень развит, у нас были вообще люди, крестьяне с телегами, которые начинали возить там откуда-нибудь товар на телеге, просто возили в Москву, Петербург там или куда-то еще и становились впоследствии фабрикантами, становились впоследствии банкирами, крутили верфями, пароходами, не как дурачок Ленин пишет, все это была глупость, а все это из поколения в поколение люди пахали, в отличие от тунеядцев коммунистов, которые умеют только жрать и пить и болтать, больше ничего они не умеют, ничего не рождают, никаких материальных ценностей не рождают. Ну и понимаете, вот ситуация как бы такая, можно просто попробовать для начала, что продумать систему, где бы я поддержал ваши, ведь полно людей прибегает, я торгую пуговицами, все, им я не интересен, вот если я сказал, что пуговицы мне сейчас не нужны, все, до свидания, свидос, он ушел, а они ему пофиг, что может я предлагаю более что-то там выгодное, что с пуговицами, я как личность не интересуюсь, зачем нам такие люди, нам нужны люди, ведь понимаете, я, ведь мы же можем все ошибаться, потому что вот миллионы людей пытаются достигнуть каких-то результатов в экономике, достигают единицы, вот, и понимаете, и побеждают в мире те, кто объединяется, вот, я вам скажу, что пять львов не самых сильных, додумались объединиться, и вот в жестокой конкурентной борьбе они убили столь бог, там наверняка они были не самые они просто догадались действовать вместе, я, это просто, ну, вот это вот вроде как дело-то злое, да, но можно и в добрых делах, так же, как в злых, и объединяться, и получать тоже превосходные результаты и в промышленности, и в экономике, и в конкурентной борьбе даже, вот, вот, я, конечно, сейчас просто схематично, может быть, что-то будет непонятно, я более детально на эту тему в виде диалога мы, наверное, расставим, может быть, даже выработаем, есть такая юриспруденция понятия делового оборота, когда что-то не прописано законом, но большинство на это делают ставку, то это, когда же, может быть, уже потом в какие-то превращаются правовые нормы, по крайней мере, если не превращаются, то считается как бы хорошим тоном, люди решают, если ты придерживаешься нормы, с тобой все имеют дело, или ты не придерживаешься, идешь лесом, как говорится, вот, значит, вот я предлагаю, вот мне нравится, что взаимная подписка, это доброе вот такое, как сказать, дело, такая тема, да, доброе, она подразумевает, что не на критическую волну настраивает, потому что, в принципе, там плевать можно все, а именно заставляет подумать, найти какую-то положительную, даже если ты не согласен, кому где-то подсказать, вот смотрите, вот допустим, 10 точек, 10 объектов, которые вошли в взаимную поддержку, вот они обмениваются взаимной поддержкой, и посмотрите, вот из этих 10, скажем, может же найдись конкретно очень сильный лидер, да, не просто какой-то формальный лидер, который коммунистов, там они орут, я главный там и все, а который делом, который всем и этим, и этим, и этим подскажет, и мы же будем видеть реально, что у него там дело двигается, продвигается, это все равно неизбежно будет как бы высвечиваться, и в принципе он может всю группу потащить вперед, понимаете, да, и причем потащить не просто так, как из альтруизма, но и для себя лично с большой пользой. Я вот к тому, что все-таки вот у нас много относятся к интернету, к компьютеру, как к какому-то средству развлечения, и вот мне это немножко, наверное, это все прекрасно, можно там поиграть, где-то что-то, вот, но надо все-таки стремиться к большему, к тому, чтобы вот с помощью взаимодействия друг другом, мы же с разных континентов можем даже поддерживать друг друга, мы с помощью вот этих систем можем осваивать Марс, понимаете, вот, ну, вот просто как-то вот 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 особенно в России, вот, к сожалению, частная инициатива во многом, конечно, убита, вот, я думал, что вот, ну, может, я в какой-то мере вот какой-то шажочек сейчас делаю, чтобы это, я, может быть, знаете, участвую, так буквально на пальцах все это расписал, может быть, что-то, кому-то, что-то непонятно, но я попытаюсь в будущих как бы в виде обращениях, да, как бы более подробно вот это все расписать, вот, ну, или если какие-то будут вопросы, давайте обмениваться мнениями и как бы мы найдем вот по этому вопросу, вот, думаю, что постепенно оно как бы станет и понятно, понимаете, вот, ну, я для начала вот как первый шаг, чтобы, что конкретно делать, ну, как бы, ну, не стесняясь, может быть, высказать свои какие-то просьбы, что, скажем, были люди от меня хотели, какой там поддержки, там, да, в плане рекламы или в плане какого-то технического совета или в плане делового совета или еще какие-то, потому что я не знаю, то ли это опытный хирург, то ли это опытный врач, я думаю, что было бы очень здорово, если владельцы многих каналов, ну, например, я бы советовал, я сейчас вот тоже начинаю эту работу, на каждом файле подписали, на каждом виде ролики подписали, какой они город представляют, поэтому вот большой минус мне кажется, что мы часто видим по экрану, а вот лично как-то незнакомый, это какой-то рождает психологический разрыв, который не дает получить реальную отдачу людям, как-то, потому что я как-то вот считаю, что когда люди хоть раз пересеклись, у них как-то больше доверия, как-то больше складывается, какой-то психологический барьер остается, если это все на уровне видео, на уровне как бы электроники и так далее. Ну ладно, я вот на сегодня эту как бы тему приторможу, чтобы вам немножко было время обдумать, вот, а последствиями мы вернемся, может быть, я посмотрю еще какие-то там будут комментарии, не будет интерес к этой теме, вот, ну, я думаю, что вот все-таки рано или поздно он появится. Всего доброго!